МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане были приложены немалые усилия по противодействию насилия в семье. Было создано несколько подразделений милиции, укомплектованных инспекторами женщинами, обученными гендерным аспектом реагирования на семейное насилие. Однако жертва семейного насилия, адвокаты и работники служб помощи отмечают, что закон о предупреждении насилия в семье, принятый в 2013 году, во многом оказался неработающим. Нормой остается безнаказанность крайних проявлений насилия в семье и дефицит важнейших служб для пострадавших. Тему продолжит Сафар Бекихалил. 23-летняя Хавасмох Довлатова, жительница района Рудаки, женщина решилась на суицид после того, как несколько раз подверглась избиению со стороны жениха в августе 2015 года. Врачи не смогли ее спасти. Когда она погибла по дороге в больницу, медэкспертиза показала, что смерть молодой девушки произошла из-за передозировки таблетками. Также на ее теле были обнаружены следы побоев. Вот что рассказал Орев Шох, дядя погибшей Хавасмох. Мы отвезли ее в больницу, но потеряли на полпути. 29 августа прокуратура района Рудаки возбудила уголовное дело. Но через два месяца расследование было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Родителей это решение не удовлетворило. Они обратились в генеральную прокуратуру. Попросили привлечь к ответственности молодого человека, который должен был стать их зятем. И дело было возбуждено снова. Дело по факту гибели Хавасмох дошло до суда. Несостоявшийся жених Сиовуш был обвинен по статье «Доведение до самоубийства». Прокурор просил суд решить его свободы сроком на два с половиной года. Семья Сиовуша не согласилась с приговором и обратилась за пересмотром дела в суд высшей инстанции. Там решение районного суда оставили без изменения. Теперь Сиовуш проведет ближайшие годы в тюрьме. Пережившие насилие продолжают страдать от недостаточной защиты, утверждает Махбуба Азимова, представитель комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана. По сведениям МВД, за первые три месяца 2016 года было зарегистрировано 106 случаев насилия в семье. 82 из них в отношении женщин и 24 случая в отношении мужчин. Женщины в основном обращаются к нам за юридической консультацией по поводу семейного насилия, развода, разделения имущества, поиск работы, мест для проживания, получения льготных кредитов и выплаты алиментов. В Таджикистане действует государственная программа по предупреждению насилия в семье. Документ рассчитан до 2023 года. Программа разработана с целью усиления механизмов предотвращения насилия в семье борьбы с насилием. Отдельным положением идет регистрация индивидуального предупреждения о морального поведения в семье, подчеркивает Абдухалим Гафуров, депутат Нижней палаты парламента Таджикистана. Сегодня мы сталкиваемся со многими трудностями. Это бедность, сожительство третьих лиц в семье, к тому же большое количество детей в доме, совместная жизнь с сестрами и братьями, при том, что семья малоимущая, приводит к большим проблемам. Обязанность парламента заключается в том, чтобы серьезно отнестись к вопросу ужесточения наказания для лиц, доводящих до самоубийства, а также улучшить закон об ответственности родителей за воспитание детей. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего по Уголовному кодексу Таджикистана карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет. Однако Зарина Кинжаева, психолог Презисного центра «Вера в будущее», считает такие меры достаточно мягкими. Эксперт предлагает ужесточить наказание. Ужесточение наказания может повлиять на проблему. Недавно женщину наказали за гибель ее детей. Спустя некоторое время другая женщина убила себя и своих детей. В этом случае мы проиграли. Думаю, если был бы правильный метод к наказанию, то люди бы боялись доводить других людей до самоубийства. В Таджикистане очень сильны традиции. Здесь не принято выносить ссор из избы. И очень часто женщины, подвергшиеся избиениям со стороны своих мужей, предпочитают молчать. Они боятся стать предметом критики среди соседей и родственников. Хайот Бигим Худай Назар, молодая девушка, которая недавно вступила в брак, считает важным в семейной жизни соблюдать гендерное равенство и уважение. Жена и муж должны быть равноправными и соответствовать друг другу с точки зрения возраста, мышления, характера, культуры. Только в этом случае семья будет крепкой. И жена и муж на жизненном пути нуждаются в хорошем спутнике. Если супруги двигаются в одном направлении, они будут помогать друг другу и будут учиться друг у друга. Законодательная база в Таджикистане в плане предотвращения домашнего насилия очень солидная, но насколько она эффективна, это большой вопрос. Закон о предупреждении насилия в семье разрабатывался в течение 10 лет широким кругом специалистов из числа представителей государственных и общественных структур. Но по прошествии трех лет эксперты говорят, что этот документ не способен решать проблемы домашнего насилия и требует серьезных доработок. Репортаж подготовил Сафарбеки Халил Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова